всем здравствуйте очередная поездка вот такой козлик ходит рога высокие тоненькие тоненькие два отросточка интересная обычно двумя сколько вот я наблюдал они более низкие а это вот они какие так вот сегодня ветерочек дует на дам 3 он вообще-то видно маленько-маленько пытаются расти едем мы с вороном дальше кстати идет хромает как сейчас тогда еще посмотрю за ним со спины выглядит как-то худо-худо больше не приблизить но мне кажется это позвоночник у него посередине виднеется опять травку есть должен наедаться сейчас попробую выйти и услугнуть тогда так вот он меня увидел на открытом месте ноги вроде все целые так просто в общем скакал то он нормально а вот при шаге он шел дома еще пересмотрю как будто ему это мешало либо больно но вот так вот вот козочка маленькая на прошлогодние сейчас еще одно видео тоже дорогой выскочила еще одного рога тика был размером главное поменьше чем тот который с двумя отростками но у него этого были три отростка но врага короче а тот пошел у меня спод ветра все таки бегать потом и вот когда он легким таким бегом рысью бежит видно что он прихрамывает но если козленок у нее есть в этой козочке в чем я сомневаюсь то он еще где-то спрятавшись будет не будем его искать не будем время тратить ее снимать нас интересуют рогачи будем искать трофейных красивых козликов чтобы глаз радовался ну или вообще может бодаться будут или что-то подобное вытворять снимем если успеем солнце еще высоковато довольно таки поедем дальше козочка вот это выглядит пузатая какие бокал они большие ну это ладно это козочка тут в общем их перенаселение и так слышу сзади меня один один убежал туда я его видел не думаю что это коза я бы ее увидел если бы она из тех кустов перебегала сюда поле вроде как рогатик там бежал в общем в кустах в том большом лесу такой грубый грубый голос должен быть хорошенький такой трофей может конечно трофей не очень размером он будет большой какие уж рога это как показывает практика самый большой по весу бывает двумя отростками и один в общем вот здесь это тоже по голосу потом левее там такой помягче какой-то голосок я музыкального образования не имею слуха не знаю как правильно сказать в общем грубо говоря на квадратный километр их тут 6 штук сейчас перекликалось минут десять буквально они орали не затыкаясь потом увидел который вправо то бежит эти вроде сместились и сюда я так понял все примерно рядом должны были находиться коня привязал один где-то рядышком кричал ветер от них не сильно конечно все стихает и стихает но попробую потихоньку тут по кустам полазить кто и выйдет на край полянка это хорошая вот с той стороны кто видео про браконьеров смотрел часть третью я там историю одну рассказывал в общем это с этой полянки история а пойду пройдусь потихонечку время нам позволяет фото ловушку еще везу поставить так что будет интересно включусь вот и попробую здесь это будь кого-нибудь здесь не видно ни черта дальше 30 метров это вот примерно так вот камера расстояние 30 метров вот вот этого пенечка то она удаляет второго кажется далеко на самом деле близко здесь подойти очень сложно если только случайно его заметить или направление увидеть как он например идет краем не краем и пытаться обрезать и слушать я стоял показалось это он туда веточки трещали может туда и шел но я рассчитываю на то что он должен сейчас выйти на край куда-то вот при такой местности где обзоры очень ограничены имеют некоторые полянки моем случае из моей практики это как я в некоторых видео говорил пасти его времени конечно потратит потребуется достаточно много потратить но если трофей достойный но того будет стоить может быть как-нибудь видео и засниму как время не будет достаточно найду какое-нибудь место доход даже вот это что здесь точно козлик например 2 обитает исследую его выберу самые перспективные места где он может появиться какое время появится и потом останется эти места изучать караулить ждать если к этому вопросу подойти очень серьезно и ответственно как история с этой полянки рассказывает уже будет известно все до минут сколько чего куда и зачем он пойдет сейчас пока я иду особо как бы признаков вообще нет есть там березочка маленькая осинки тут где березка где осинка чуть-чуть задрано там чуть-чуть задрано это вообще не серьезно должно быть такое у него тут место где он может раза по три пройти а то и больше и это место надо искать вот так вот сейчас я иду это те кто лотерею выигрывают можно надеяться вот например я лотерею не выигрываю ну вот он вот он где он блин потерял 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 в общем где-то вот тут идет за кустом сейчас выйду чтобы на кусты не фокусировалась идет он в том направлении куда убежал более слабый то есть он сейчас должен пройти примерно свою границу обозначить докуда он его может выигнать хрустит все сейчас мы посмотрим что это за трофей три отростка такие средненькие рожки так сейчас отвечу и продолжу рассказ алё долго часа три на ночь а ну выпусти их за ограду они сами выйдут они сами выйдут и зайдете так ладно затем мы примерно определились живет он однозначно здесь когда-то лечь может и там вот это кусты небольшие они среди поля были еще оттуда крики сейчас пройду обратно туда этого можно пасти здесь на вот этом переходе так что вот так вот видео наверное у меня получится длинная поделена несколько частей вдруг кому-то будет интересно послушать подобные мои рассказы и наблюдение то как я делаю вот она тропиночка есть у них тут ладно иду дальше в общем козлик ушел за эти кустики я вышел здесь вот такое место вот такое вот до вот этого леса метров 100 до молотника до этого даже она чуть поближе он до того метров 250 такая вот поляна ну в тот угол далеко вот если он туда брать между кустов там метров 400 выйдет ну и до этого тоже метров 150 вот такая хорошая полянка я бы сел вот здесь вот где-то березка по времени вот они сейчас кричали да например 30 минут назад активно активно со всех сторон каждый себя обозначил сейчас тишина вообще ни одного крика одни кукушки кукуша кстати вообще полно 345 самое большое видео фраз летают так полянку то я осмотреть то осмотрел расстояние там показала вон там уши вот она коза лежит уже наелась наверно коза лежит это хороший признак значит меня еще на этой полянке никто не спалил в общем сел бы я где-то вот здесь березка и сидел бы за час то вот этого момента когда начали начали активно кричать пришел сел бы посидел они обязательно начнут кричать покричат опозначат кто где еще минут 30-40 можно сидеть на этом месте никуда не уходя они начнут движение особенно раз вечер они начнут пастись если никто не выйдет тогда есть смысл смещаться в сторону того голоса который более нам понравился ну то есть не вот понравился мне вот с этого угла я сюда пришел на этого сейчас я с рогами посмотрел надо было бы мне мясо мясо я бы его стрельну интересовал бы меня это как трофей как трофей бы я его стрелять не стал когда есть выбор такой можно шанс не использовать такой шанс появится еще не один раз по крайней мере по высоте рога вот с двумя отростками даже были выше чем у этого ветра вообще практически не стала вся трава стоит близко месяц никому не подойти будет если только застать их когда они будут бодаться там или друг дружку гонять тогда есть шанс сейчас придется только так пройтись далека глядеться сейчас сюда кусты пройду пойду за конем уздечка у меня старая как бы желание ворона ее порвать все больше и больше появляется то ли чувствует что нитки или ремни там сдают вот так вот в общем вот так вот этот короче стоит красивый я маленько несимметрично я поздно уже заметил он меня видишь вышел он короче где я шел вот и шоу вот этим местом как раз как он стоит вот этими кустиками потом от полянка которую я там показывал и вот в эти кустики заходил козлик то есть вот прошло буквально полчаса времени и вот он тот самый который говорил слева остается еще один вот этот покрасивее может повернется боком посмотри рога высокий вот обычно по ушам сравниваю ладно чего нам друг на дружку смотреть мы еще с ним встретимся не раз я так думаю пойду дальше в сторону в сторону ворона надо мне заворачиваться ну вот так вот там потом в комментариях пишите интересно или нет рассказы рассказы такие когда хожу и рассказываю как бы я сделал или как я делал и почему бы я так делал ну почему это потому что это приносило свои результаты поэтому я так делал и делаю многому конечно еще приходится учиться но это все со временем это все с опытом ну так вот вот